Всем привет! Начну свое сегодняшнее видео сразу с такого ракурса. Не буду оставлять на конец своего видеоролика. Покажу вам новинку. Сейчас, как по мне, самое тяжелое время для архамана в плане ожидания цветоносов, когда уже большинство своих растений отсвело, и мы тянем домой новые растения. Мне интересно, кто из вас его не притянул? Ну, хотя бы, мне кажется, по одному так точно, но если не притянул, то заказал. Мне попалась орхидея, которую я хотела давно. Ну, как-то все не складывалось, меня все что-то не устраивало в ее мутации. Конечно, это мутантик, как я люблю. И тут мне попалась совершенно случайно эта красота. Во-первых, посмотрите на листочки. Какое компактное, клевое растение. Несколько раз я видела его в частных коллекциях, но, честно говоря, отследить, какая там розетка в домашних условиях, я как-то не сообразила, не успела. Но теперь, так как у меня появилась дома такая красота, то, конечно, я буду к этому сорту более внимательно присматриваться, когда буду его видеть у кого-то. Так, как мне ее достать? Я поставила в один из своих любимых кашпо. Ну, вот корни есть, корни хорошие. Зеленый очень и мокроватый горшочек, но у нас еще не так холодно, поэтому такие были пропавшие, конечно, я убирала. И тут плесень сейчас тоже почищу. Я ее только распечатала, она такая мокренькая приехала. Ну, ничего, я не очень этого боюсь. Вот, листочки у нее с красивым таким, видите, посредине такая фиолетовая полоска по кантику. Я тут какой-то паучок, наверное, жил. Немножко паутинка была, вот, я убрала. Так, ну что, буду показывать. Как видите, три цветоноса. Как бы вам ее красиво так поставить, чтобы вот прям красиво-красиво. Ну, сильно красиво как-то не получается, ладно, вот покажу. У меня появился бантик Monroe. Мне нравится эта орхидейка. Я ее... Раньше, кстати, ее очень часто завозили. Была какая-то частичная, постоянная мутация. Она вообще, видите, не из вот этих сильно кучерявых. У нее такие две бусинки с краешку. Вот. Ну, она имеет очень интересный окрас. У нее вот эти вот штучки вокруг контур самого лепестка, где фиолетовый. Оно неоновое все. И такое размытое-размытое. Очень красиво. Она искрится вся. Вот эти места у нее искрятся. Она немножко тут корой пересыпана после дороги. Красивая у нее очень губа. Сейчас тут покажу. Такой изгиб. Видите? Вот лепесточки все в мелкой коричневой. Сейчас попробую кисточкой это все дело струсить. Мне понравилось, что у нее три цветоноса. Везде мутация. Бутоны вот бабулетковые, бантиковые. Как правильно сказать? Никак неправильно. Нет таких слов. Ну, в общем, вы поняли. Вот. И у нее крупный цветочек. Мне очень она нравится. У нее очень необычная такая нежная раскраска. Прям очень-очень красивая она. Мне прям зашла. У нее плотные лепестки. Красота же. Молодой. Вот у нее тут цветочек новый открылся. Тут есть защитный, но такой более слабенький. Тут есть. Вот. Ну, в основном то, что я видела. Вот видите, бутоны как у бантика все. Тут отбилось чуть-чуть. Но это не страшно. Вот. Поэтому мне кажется, это должно быть неплохо. Единственное, что я вот видела, она вот так пышненько дома цветет. У кого она есть уже, эта красота. Тут такой красивый цветонос с такими крупными цветочками тоже. Очень мне она нравится. Вот это более свежий, раскрытый цветочек у нее тут. От защипчиков такое зеленое идет. Салатовое. Клевое. И на губе неончик. Красиво. Конечно, не так красиво, как я ее вижу глазами. Под лампой она не так она выкрашена, конечно, смотрится. Она более фиолетовая тут на камере. А в жизни это все-таки розовый такой. Ну, чуть-чуть лавандовый, но больше розовый. Красивые разводы, такие переходы. У нее очень нежная вот эта венозность. Тоже ее как-то видно сейчас больше. Вот. Ну, прям супер красотка. Вот тоже свежий бутончик открывается. Вот кто меня будет радовать, пока мои орхидейки еще не зацвели. Цветоносов также нету. У нас два дня как похолодало. Ночи такие прям прохладные. Днем стало тоже прохладненько, но неплохо. Как для осени супер. Люблю такую погоду. Где-то 20 градусов на такой свежий ветер. Уже хочется курточку одеть, не застегивая. Вот. Но еще приятно сидеть на лавочке. Смотреть, как дети играют. В общем, такая комфортная погода. Вот. И, надеюсь, скоро не будут эти цветоносы. У меня уже есть новый роспуск, кстати. Наверное, в этом видео вам тоже его покажу. Вот. Очень красиво. Так, что он, гляньте? Машет меня. Я его вперед, он назад. Ладно, наверное, только открылся. Не хочет пока держаться еще. Вот. Очень красивая девочка. Единственное, наверное, у нее были цветоносы вот так подколоты все. Или они были в пакете даже собраны, поэтому они вот в одну сторону. Когда я пакет сняла, то они немножко смотрят вниз. Ну, посмотрим. Обычно цветочки, даже уже распущенные, разворачиваются в сторону источника света. У меня орхидейки, которые распускались на подоконнике и я ставила их на полку, все равно выворачивали свои цветы в другую сторону. Потом на лампу пытались смотреть. Поэтому я ее поставлю, когда на подоконник. Я думаю, она туда к свету и сформирует более красиво свои цветочки. И, надеюсь, что не стрессанет. Обычно такие цветы с плотными лепестками очень хорошо и долго цветут после покупки. Ну, пару месяцев так точно. Вот. А там уже и мои, надеюсь, подоспеют. По крайней мере, из дорощенных цветоносов уже что-то да и зацветет. Вот такая моя новая красота. Новая любовь. Люблю бабантики, я люблю бабулетки. Красавица. Еще, кстати, в продаже у нас в предложениях, вернее, появилась опять бабулетка «Карипской мечты». Я ее видела уже когда-то в коллекциях. И вот тут она опять есть в предложениях. У нас, по-моему, у Оли Карпенко есть такая бабулетка. Вот. Еще очень красивый пилор был в предложениях. У нас продавцы как-то не очень фотку выставили красивую. А это растение еще было у продавца с Европы. Там супер красивая фотография. Я вам поставлю, покажу. Вот. И начали появляться Red Maple. По-моему, так он называется. Магнета. Сейчас он от азиатского садовника идет. Вот. Я даже забронировала. Ну, передо мной еще было двое девчат. В общем, мне не досталось растение. По-моему, там было два растения. В общем, я была третья в списке. Ну, я надеюсь, еще, может быть, в следующую поставку мне достанется взрослый экземпляр. Очень не хочется. У меня, если вы помните, 3 lips был. Я показывала его несколько раз. Ну, 3 lips мне меньше был интересен. Я хотела бабочку либо пилор. Пилор тоже очень красивый. Если я найду фотку, по-моему, у Насти, тоже у коллекционера, есть такой пилорик. Она сейчас детку ищет на обмен этого пилора. Вот. Мне он очень нравится. Вот. Пилор и бабочка. Ну, 3 lips я так менее к нему. Менее он меня тронул. Вот. Хотя очень красивый, благодарный сорт. Давал такую грусть цветочков. И вот фотки моего 3 lips. Это с 2,5 я вырастила. Вот. Он очень быстро растет. Крупное такое растение. Ну, такие вот. Такие новости. Так. У меня еще немного полезной, я надеюсь, информации. Я в прошлом видео показывала, что я обрезаю нижний листочек у одной своей орхидейки. Это правда, я сейчас просто обрезала вот лист у крупного растения. И хотела еще дополнить, ответить на вопрос, почему я его обрезала, а не убрала. Вот хотела показать вам вот такой экземпляр. Это Golden Prince Leopard. Вот. 2019 года. Очень любимая мной орхидея. Одна из моих первых. В общем, почему я обрезала? Ну, у него, в принципе, тут можно было, все показывают, да, по жилке и как бы разделить, обходя корешки, чтобы не травмировать у основания. Можно делать и так. Со взрослыми растениями вопросов нет. Почему я обрезаю нижние листья у маленьких растений? Потому что, снимая листик с шеи, вы делаете шею очень тоненькой. А у растения в размере 1,7 купленного, у деточки эта шея и так тонюсенькая. И сняв с нее листочки, ну, это такая пальма на палочке будет. Очень это все, во-первых, некрасиво выглядит. Во-вторых, ей потом сложнее, ну, как-то она более замедляется, я заметила, в развитии в своем. Если вот так срезать листик, это и не так сильно заметно. Она потом его, когда сама отсушит, я уберу его. А так, как бы, ну, вот для чего вот этот лист? Я не верю, не видела нигде никакого доказательства, что орхидея каким-то образом питается вот этими отсушенными листьями или цветоносами. Если у меня желтеет цветонос, я его сразу убираю. Я ничего не жду, я считаю это не очень правильным. Мне кажется, я уже говорила об этом, но повторюсь. Если орхидея сушит лист, значит его нечем питать. Она ничего никуда не забирает, не перераспределяет, не перенаправляет. Если кто-то уверен в обратном, ну, пришлите мне тогда в комментариях научно доказанный факт, что это происходит. Я почему-то нигде не видела, что растение перераспределяет каким-то образом какие-то питательные вещества. Все, корни не питают нижний лист, лист отмирают. Ну, вот и все. Для чего его держать? Я его убираю. И она питает те листья, на которые... Вот. Я еще верю, что какие-то корни, возможно, отвечают за какие-то листья. И когда нижняя корневая со временем пропадает по низу ствола, верхние корешки питают верхние растения, а нижним не хватает. Ну и то, тоже это мне что-то как-то вот маловероятно кажется. Но это все равно более какая-то правдивая вроде кажется история. Вот. Вот. Поэтому обрезаю. Обрезаю. Шея остается толстенькая, на ней остается кусочек листика этого тверденького. Когда надо будет, орхидея его сама отсушит. А я пока не буду оставлять такую голенькую кочерыжку по центру. Вот. Это бабочка, которая вот тут пробудила почку. И вот тут. Но я не знаю, у нас так холодно сейчас. Мне кажется, что если тут и детки какие-то были, то в рост они сейчас не пойдут. А возможно уже по теплу будут развиваться. Мне кажется, сейчас уже все. Ну посмотрим. У девчат, у кого получается, у них растут они всегда. И зимой, и летом, и в жару, и в холод. В общем, как-то даже не заморачиваются. Это я тут пыталась, ключик подбирала. Наверное, за деток... Вот сейчас я вам еще покажу один пример. И скорее всего за деток больше рассказывать не буду. Потому что такие комментарии... Ну их немного, но кто-то все-таки пишет об этом. Что, мол, для орхидеи для меня это не красота, а способ наживы. Вообще не поняла, конечно, на ком я наживаюсь. Я, по-моему, делюсь и рассказываю, как получить деток. А не сама тихонько их получаю и продаю по дурным ценам. Я заметила какие-то варианты, как можно этого добиться. И решила поделиться с вами. Чтобы у вас получилось, возможно, тоже сделать детку и обменяться потом. И получить какую-то красоту в коллекцию. И не более. Так, покажу сейчас вам еще один маленький-маленький примерчик. И, наверное, тему деток буду закрывать. Возможно, только когда-нибудь покажу вам, как они подросли. Вот. А так, мне кажется, я уже, в принципе, рассказала много интересного по этому поводу. Поэтому, кому нужно, тот почерпнет оттуда информацию. Так, покажу вам свой красивущий пилор Тоши. Однотонный, малиновый. Мне кажется, это один из самых красивых. Мне еще очень сильно Сталенбош нравится пилор. У него с мутацией бета. А тут, я надеюсь, мутация более стабильна. Он тоже будет скоро цвести. Будем любоваться. Так, это, по-моему, простимулированная почка. Не, сам дал. У него было 4 цветоноса. Один отсушил. По-моему, 4. Да. Три осталось у него. И я тоже мазала его. Хотела детку получить. Вот такая нехорошая для наживы. Вот еще раз хотела показать вам про деток. Да. Видите, я тоже тут отрезала. Я хотела показать именно в самом начале, как это выглядит. Вот я простимулировала почку. Она дала цветонос. Я его обломала. И вот прям на нем, вы видите, вот это первая, самая-самая первая, да, такая почечка на этом ответвлении. Вот она дала тоже ответвление. Ну, скорее всего, на детку, я думаю. Посмотрим еще, конечно, на это. Что тут будет. Возможно, сейчас из-за холодов она передумает. Ну, вот так вот это выглядит. И вот все детки, практически, которые у меня получились, они получились именно вот тут вот. На вот этом обломленном цветоносе. Не знаю, как это работает у орхидеи. Вот тут та же, видите, история. Это эластиклав. Тут отломала. Под вот этой первой чешуйкой была такая точечка. Вот она уже так вот начала расти. Вот таких у меня вариантов много. Именно поэтому я это решила озвучить. Я, допустим, вот этого не встречала нигде. Говорили, что надо обламывать, а как обламывать, куда обламывать. Вот так вот. Так что, может, у меня будет и такая деточка еще. Так, а еще у меня пока тут немножко освободилось. Я вынесла орхидеи на кухню. Хочу вам снять, показать, что у меня цветет сейчас. У нас похолодало, прям похолодало. Вот октябрь чувствуется. И хочется немножечко поднять настроение, показать цветущие растения. Так что я отнесла все на кухню. В следующем видео покажу свои цветущие орхидеи. Вот. Хочу пока тут свободненько показать несколько экземпляров. Еще это видео коротенькое будет. Больше хотелось похвастаться новинкой, конечно. Вот. Покажу вам. Помните, я недавно, буквально пару видео назад, показывала Хани, как у нее листики там такие тоненькие были. Вот она набрала их. Они уже жесткие, такие толстенькие. Молодой листик, уже видите, как подрос. Очень красивая у нее расцветка на листочках. Варегатность такая хищная. Я очень скучаю за своей Шилерианой, которую... Не, не Шилерианой. Филадельфии. Это была третья орхидея, которую я купила в коллекции. Успешно загубила. Там были еще космические просто листья, какие-то такие пятна. Ну, прям очень красивые они были. Но я ее посадила в большую вазу. Заливала, заливала. В общем, ее закрытой системой пробовала. И, в общем, она мне развалилась. Так. Вот. И корни... Корни она сберегла. Сохранила все. Вот. Нижний листик там только отсушила. Ну, в принципе, это не страшно. Это просто как это... Пигментация висточка. Тут все в порядке. Вот. Она отпоилась. Обрезала я ей цветонос. Как я говорила, просто руки не доходили. Тут тоже пухлая почка. Да, я ее стимулировала. Посмотрим, может она даст цветочки. Очень, конечно, красивая бабулетка. Такая ажурная. Все, как я люблю. Нигде такую не встречала. Вот. Очень этим горжусь, что у меня такая красота есть. Так. И еще вам покажу в конце две орхидеи. Сейчас я вторую достану. Поставлю. Покажу вам в конце две орхидейки. Я их заказывала... Ой, декабрь, наверное, прошлого... Прошлого года, мне кажется. Я вам их показывала. Это две орхидеи, которые мне достались по большой оценке. Ну, как сказать по большой оценке. По адекватной цене я назову, да. Ну, как бы цветущее растение, мы знаем, что продаются чересчур дорого. Мутанты, я имею в виду. Вот. А эти никто не купил. И там еще вопросы у них были. У этого не было корней. Его продавец назвал греческий персик. Я вам недавно показывала фотку. Я... У нас выставляли, в общем, там сборы. И продавали такую растюху. И я чуть сдуру не купила. А потом начала думать, что у меня что-то похожее есть. И вспомнила, что у меня такая орхидея есть. Просто она была без названия. Под названием продавца. И поэтому я так сразу не сориентировалась. Вот. Она ее назвала греческий персик. Так я и буду ее назвать. Мне очень нравится это название. А вторая это пилор милан. И один и второй был с проблемами. У милана отпали листья от шеи. И продавец там антибиотиком, вроде она говорила, мазала его. Я дома топсином помазала. И проливала, по-моему, несколько раз топсином. А греческий персик просто был без корней. Вот. Я ему обрезала цветоносы. И я его не пересаживала. Почему я решила рассказать про эти растения? Я немного там говорила о поливе в межсезонье в прошлом видео. Для того, чтобы сохранить корневую. Для того, чтобы помочь вам избавиться от ненужных реанимашек дома. И еще хотела вот что озвучить. Тоже для того, чтобы не создать себе беды. У меня эта орхидея очень-очень долго росла. Ну, не пересаженная в своем грунте. Мне кажется, пару месяцев только как я ее перевалила в кашпо, в закрытую систему. Почему я это сделала? И почему я ее не пересаживала? Потому что хотелось... Мы недавно обсуждали вопрос. В общем, когда сейчас из-за охлаждения, из-за транспортировки неудачной поливов, многие в группы выставляют фотки растений с потерянными корнями, то под этими постами обычно миллион комментариев о том, что нужно срочно достать орхидею. Вот мне хотелось просто сказать... У меня уже большое количество подписчиков. Может, меня кто-то услышит. Мне хотелось сказать, что это последнее, что вы должны сделать. Вы должны быть уверены на миллион процентов, что только достать из грунта вам поможет спасти эту орхидею. Потому что если вы понимаете, что у орхидеи там внутри есть хотя бы один живой корень, и вы ее вытянете оттуда и пересадите, то на 99% этот один последний живой корень вздохнет. И тогда у вас точно будет глубочайшая реанимация. И я не говорю, что вы потеряете эту орхидею. Вы ее, может, и выходите, но до цветения вам будет года три. Ну, два. Через два года она зацветет одним цветочком. Через три года на пять цветочков. Если вы не будете трогать орхидею, она быстрее даст новые корни, листья. И в этом грунте она даст быстрее корни. Именно в этом не пересаженном. Если грунт очень влажный, перелитый, все знают, как оттянуть воду, поставьте на салфетки. Я иногда вот так прям тут подпихиваю, скручиваю либо полотенце бумажное, либо салфетки вот так прям тут запихиваю со всех сторон. И оно, как фитиль, вытягивает с коры эту лишнюю влагу. Но я ее оставляю в своем грунте. Я ее проливаю с под крана, вода стекает, и она у меня так стоит. Она может немножко тургор потерять и все такое, но если я ее достану и пересажу, это однозначно будет реанимация. Поэтому я это растение не трогала. Я его оставила так, как оно было. Оно немножко потеряла тургор. У него не мягкие листья, видите, они как бы торчат, но они не такие плотные, как я привыкла. У меня орхидеи все с жесткими листочками, с пластиковыми такими. Вот. Она у меня нарастила с тем количеством корней, вернее с их отсутствием, я бы сказала. Это третий лист она уже растит у меня. Вот, три листа. Что-то внизу, по-моему, пару листьев отпало. Три ее листа изначальных. У нее в озоне не было вообще корней. Потом, как я увидела, корней не было. Были только воздушные такие, несколько длинных корней по воздуху шло. И когда я увидела, что она вот начала вот такие корешки давать, но там глубже, я ее посадила в такую закрытую систему, заглубила, как видите, шею, чтобы эти корни, которые были от шеи, вот видите, у нее там между листочками, вот там есть корень, который я прикрыла, чтобы он пошел вниз. И вот такая у меня посадка. Крупные кусочки коры, квадратные, необработанные, волокно. Но и вот эти корни, которые заглубило, он, как видите, пропал. Но пропали не все. Но эти корни дали возможность появиться новым. Вот, видите, эти воздушные корни. Вот этот корень воздушный выжил, потому что один из них только он был не переломанный в сорока местах. Вот это вот, видите, тут все побитое, побитое, побитое. Я и, ну как бы, не сомневалась, что эти... У меня видно в озоне. Хорошо хоть прилично одета. Я не сомневалась, что эти корни пропадут. Они больше были для того, чтобы орхидея какое-то время ими попиталась, а также для того, чтобы она просто не болталась. Потому что если у орхидеи вы снимаете все, и виламен, и внутренний корень, и сажаете ее просто голой попой, то молодые корешки, когда начинают расти, и орхидея болтается, вот этот растущий кончик бьется об стенку в озона, и он закукливается, перестает расти. Поэтому лучше снимите виламен, если там уже вообще беда, печаль, и посадите с ниточками с этими. Но так орхидея будет более плотно держаться в коре. Вот. И я ее поливаю замачиванием быстрым. Набирается вода, и я сразу же придерживаю кору и переворачиваю, выливаю. Какая-то вода задерживается в волокне, немножко на коре остается, немножко вниз стекает, что-то корни получают. Очень-очень мало. Такие растения лучше поливать в два раза чаще, но не заливать. Вот. И это мне дало, я надеюсь, что спасти ее, потому что три листа домашних, вот такой чудесный листочек она растит. Это очень красивая бабочка рыжая. Мне досталось, вот ее уценили в три раза. Я на нее смотрела, 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 смотрела. Жаба меня давила, давила. Думаю, по полной цене я ее брать не буду. Как-то я тогда и Сару Блаш купила бантик. И бабулетка мне белая попалась. Я мужу говорила, она мне так нужна, ты не представляешь же. Он мне посмотрел, улыбнулся, говорит, нужна, значит, надо брать. Вот. Ну, как бы еще вот говорить, что мне что-то сильно нужно, я уже как-то не смогла. Но мне очень их хотелось. И Милан, и я видела, что они обе с проблемами, но мне так хотелось их. В общем, я просто написала продавцу, не стесняйтесь, иногда можно спросить. Вот. Я написала продавцу, будет ли скидка, если я двоих заберу. И они мне еще уценили. Вот. Лучше всегда спрашивать. Я, кстати, ну, я привыкла, да, что там бабочки стоят, там, есть и 20 и 30 тысяч гривен продают. Ну, как, я не говорю, что это норма. У всех своя норма, я не покупаю такие. Ну, они есть, да, я уже как бы смирилась с этой информацией. А с хоями я еще не знакома. И поэтому я недавно спрашивала у продавца, у которого в объявлении было написано дорого, спрашивала цену. Понимаете, когда мы покупаем орхидею за 10 тысяч, у нее есть корни, у нее есть листья. А когда покупаешь хою, то там есть один лист. И мне озвучили цену, я такая думаю, ну, дороговато, ну, нормально, нормально, можно взять. А потом решила для шутки спросить, гривна это или доллар. Мне сказали, ну, что вы, какая гривна. И я обалдела. Вот, понимаете, мы когда жалуемся на орхидеи, то, вот, знаете, есть сорта хой, которые можно купить по цене айфона. Я не буду озвучивать, но, я думаю, многие знают, сколько нынче стоит айфон. Так вот, это за один листик, да, ну, там максимум за два, за узелок. Поэтому, наше хобби не такое дорогое, вы знаете, в сравнении. Так, и расскажу немножко про милан. Я вам показывала его даже цветение. Он у меня цвел вот с этой верхней почки. Я ее тут срезала, у него тут что-то пробудилось, но он засушил эту почку. Веточку вот засушил, я чувствую, она сухая. А сам ствол зеленый. Может, он тут что-то сбоку даст, еще не знаю. И вот тут он решил цвести, но я обломила, чтобы все-таки он не тратил силы на цветение из двух почек. Хотя у него с корнями все нормально, у него не было листьев от шеи, но у меня есть такие несколько растений. Обычно из-за запревания во время транспортировок вот они отпадают. Еще и когда цветонос рядом, то это прям комбо для орхидеи. Я думаю, вы сразу увидели, что у него тут с корнями, ничем не мазала, ничем не стимулировала. Просто сейчас вот время для этого. Кто жаловался, что орхидеи не растут, просто было не время, было жарко. Но у него, я почему мазала его, потому что у него корни нормальные. Их не полный вазон, но они нормальные, они хорошие. Я его даже на фитиль посадила, ему понравилось. Он вот эти корешки начал растить, именно когда я фитиль ему предложила. Смотрите, какой у него красивый молодой лист варегатный. Все рассказывают, что варегатные листья у орхидеи бывают, когда орхидея имеет такой пигмент в окрасе. Так вот, фотки я вам вставляла, это чисто желтый пилорик. И посмотрите, какой у него красный листок. Он не стоит на прямом солнце, на каком-то тут притенено у меня. Я показывала и пленку клеила, которая, кстати, замечательно отработала лето. И у меня за жаркий период не пропало ни одно растение. Вот, и вот он у меня, смотрите, вот его самый большой лист был магазинный. Вот это первый мой домашний лист, уже на ладошку. И вот он растит следующий. То есть, ну, скорее всего, проблема была не такая серьезная. Внутри какой-то гниль, да, а скорее всего, это просто запревшие листья отпавшие. Вот, то, что такое сухое место есть на шее, видите листик. Но это тоже перебито питание, в этом ничего страшного нет, колупать там ничего не надо. Я его не пересаживала тоже, не доставала, по-моему, торфстакан. Да, торфстакан я вот вижу вот тут внизу. Ничего не делала. Я взяла вот эту крупную кору и просто у меня высыпалась, во-первых, немножко кора. И были, ну, немножко оголенные корни сверху. И я ее положила не для влагоемкости там, для чего-то, а просто вот прикрыть, да. Оставить тут воздух сверху. Вот это вот мне не нравилось, тут много корней было сухих. Я их подрезала, оставила это место тоже сухое, с доступом воздуха здесь. Потому что, ну, прикроешь там, будешь больше поливать, там и припреть может. Я это оставила. И он тут и старые корешочки вот продолжил. Видите, вот эта перепоночка, это, ну, был старый корень, и там вниз молодой пошел дальше. Вот. И так вот мой пилорчик продолжил свою жизнь, чему я очень-очень рада. У меня получилось выходить эти две растюхи, две орхидейки и за приемлемую сумму. Вот такое сегодня видео мое. Всем мирного неба. Спасибо вам за компанию. Рада была поболтать. И в следующем видео увидимся с моими цветущими красавицами. Всем пока-пока.